Всем привет! Мы продолжаем серию об истории вселенной Вархаммер 40К. В прошлом выпуске мы рассказали вам о создании примархов, легионов космодесанта и первой битве Великого Крестового Похода. План Императора наконец стал исполняться, и огромный флот космических кораблей начал свое путешествие через холодную пустоту космоса. Выйдя за границы Солнечной системы, флот Империума начал медленную экспансию соседних звездных систем, и в одной из ближайших была найдена умирающая планета Хтония. Когда-то давно, еще до темной эры технологий, этот мир занимался добычей и переработкой полезных ископаемых, но к моменту прилета имперцев он напоминал безжизненную оболочку. Ядро мира давно угасло, а сама планета была полностью изрыта обваливающимися тоннелями. На поверхности стояли разрушающиеся от времени заброшенные производственные комплексы, а людское общество находилось в страшнейшем упадке. Бедность стала обыденностью, а заработать хоть что-то можно было лишь грабежами и убийствами в составе одной из банд техноварваров. Это общество не должно было выжить, однако такой образ жизни помогал избавиться от слабых, взращивая только сильных и способных людей, которые умеют сражаться за свою жизнь. Такие качества сделали население Хтонии отличными рекрутами для имперской армии, однако император не предполагал, что найдет на этой планете гораздо большее. Как мы рассказывали в прошлом ролике, боги Хаоса разбросали капсулы с младенцами-примархами по галактике, и одна из таких капсул как раз попала на Хтонию. Эта планета стала первым домом для Хоруса, но тут надо сделать небольшое отступление. Дело в том, что последующие события крестового похода поспособствовали полному удалению большей части информации о Хорусе, так что, к сожалению, мы ничего не знаем о его воспитании на Хтонии, а также о встрече с императором. Скорее всего, он был воспитан одной из банд, где должен был добиться большого успеха, как делали его братья-примархи на своих планетах. Ходит большое множество легенд о встрече Хоруса и Императора, но трудно сказать, какая из них является правдой. Есть версии, что Хорус сам вернулся на Теру во главе с небольшим флотом, или что он был найден Императором еще раньше, а затем послан на Хтонию для обретения опыта среди хтонийских банд. Однако все они сводятся к одному финалу. Хорус сразу же признал своего отца и повелителя и мгновенно присоединился к походу Империума. Хорус принял командование над 16-м легионом Космодесанта, который на тот момент состоял всего из 10 тысяч воинов. Именно они были основной ударной группой при усмирении лунных генокультов, за что заслужили имя Лунные Волки. Как сам Хорус преклонил колени перед Императором, так и 16-й легион, созданный из генов Хоруса, принял своего примарха как второго послевладыки человечества. Также легион получил подкрепление в лице рекрутов все с той же Хтонии. Но и тут не все так просто, ведь рекрутирование не всегда было добровольным. Существовали специальные отряды, что отлавливали целые группы варваров и позже переправляли их в генетические лаборатории Луны, где на них проводились опыты и эксперименты. Лучшие из них прошли превращение в космодесантников и вошли в состав лунных волков, которые на тот момент состояли только из уроженцев Теры. Оставшиеся же вошли в состав регулярной армии Империума, известной также как Экзертус Империалис, где были распределены по отрядам, которые стали называться хтонийскими охотниками за головами. Лунные Волки заслужили репутацию свирепых и верных воинов, редко проявляющих эмоции. Они имели невероятную выдержку и терпение, однако в каждом их действии и словах чувствовалась нотка агрессии. Еще до нахождения Хоруса Легион проявил себя с самой лучшей стороны, имеется в виду не только умиротворение Луны, о котором было рассказано в прошлом выпуске. Очень характеризующим Легион событием стало объединение Самона. Это было небольшое скопление суборбитальных княжеств, что не хотели принимать законы Империума и становиться его частью. Самое большое сопротивление оказывала Самон Прайм, крупная орбитальная станция. Правитель данной системы Панарх принимал у себя очередную дипломатическую делегацию Империума, в которую входил капитан Третьей Роты Лунных Волков Леркон Хурн. И именно на него обрушился гнев правителя, порядком уставшего от настойчивости Империума присоединить их территории к себе. Капитану Третьей Роты пришлось сопровождать Панарха, сдав свое оружие, выслушать целую тираду от чудовищности Империума и таких созданий, как Астартес, получив массу оскорблений. Увидев, что космодесантник продолжает сохранять хладнокровие, Панарх со злости плюнул в него и ударил посохом, однако и это не вызвало никакой реакции. Лишь когда правитель станции уже устал и чуть ли не валился с ног после своего выступления, Леркон Хурн ответил. Он за считанные секунды голыми руками убил всех охранников в комнате, а затем оторвал Панарху голову. Правители остальных станций, узнав, что всего один Астартес может голыми руками сотворить такое, мгновенно согласились вступить в лона Империума. Но вернемся к Хорусу. Так как он был найден намного раньше остальных примархов, он провел с Императором довольно много времени и между ними возникли очень крепкие узы. На поле боя они часто сражались плечом к плечу, спасая жизни друг друга и прикрывая тылы. Хорус стал надежным товарищем владыки человечества и великолепным командующим армии похода. Как мы говорили в прошлых выпусках, примархи были созданы из генетического материала самого Императора, а значит получили часть его великолепия и гениальности. Примархи росли намного быстрее обычных людей, и дабы достичь развития взрослого человека, им требовалось всего несколько лет. Они жадно впитывали любые знания и мгновенно учились любым навыкам, в итоге оказываясь лучшими практически во всем. Каждый обладал сверхъестественной харизмой, гениальностью, тактикой, стратега и непревзойденными боевыми навыками. Но Хорус выделялся даже среди своих потерянных братьев. Вокруг его персоны мгновенно образовался культ личности, уступающий только поклонению Императору. Его боялись и уважали, и даже его братья-примархи в будущем будут признавать его главным. С приходом Хоруса, а также новых космодесантников Схтонии, 16-й Легион претерпел некоторые изменения. Появились новые обычаи, многие стали носить чупы и ирокезы, подражая головорезам с умирающей планеты. В обиход вошло слово из словаря хтонийских банд «Аэботан», что значило перерезать горло противнику в ритуальном поединке, а в реалиях Легиона стало означать решающий удар в боевой операции с целью ее закончить. Боевая доктрина Легиона также была под стать своему примарху и новому родному миру. Главной тактикой был стремительный и безжалостный удар на планету всеми силами, бомбардировка флотом с одновременной высадкой десанта и последующей резней. Десятки, если не сотни планет за всю историю похода сдадутся под власть Империума всего лишь после одной атаки лунных волков. Крестовый поход стремительно набирал обороты, получив столь мощный подарок в виде целого примарха и мощного усиления его Легиона. Однако Империум и Тера в частности нуждались в правителе, но Император был в самом авангарде похода. И здесь мы вам расскажем о ближайшем друге и соратнике Императора, на тот момент ставшего регентом – Малкадоре Сигеллите. Малкадор Сигеллит – чрезвычайно интересная и загадочная личность, слухов и легенд о нем столько же, сколько о самом Императоре и Хорусе. Но можно точно сказать, что это был невероятно древний человек, который всегда находился подле владыки. Он также являлся очень мощным псайкером и мог легко передавать психические сообщения на другой конец галактики, что под силу далеко не каждому. Он был найден Императором еще во времена Объединительных войн. На тот момент будущий повелитель человечества собирал вокруг себя свиту из талантливых стратегов и умелых воинов. Однако Малкадор стал исключением – он был обычным учеником священника. Его прошлое остается неизвестным, разве что Император мог о нем знать. Однако данный секрет вряд ли когда-нибудь будет разглашен. Малкадор был благословлен владыкой на неестественно долгий срок жизни. К началу Великого Крестового Похода ему было около шести тысяч лет. Титул Сигеллит с древнего языка Теры переводится как «Носитель печати» и является знаком бесконечного доверия и признания со стороны Императора. Данный титул позволял Малкадору говорить и действовать от имени Императора, и остальные должны были подчиняться, словно это был приказ лично от владыки. Сочетание вида самой обычной дряхлой фигуры, постоянно одетой в черную и длинную мантию, и невероятной силы, могущества и власти породило самые разные мифы. Кто-то говорит, что Малкадор был первым псайкером, который прошел через ритуал связывания души – специальный ритуал астропатов-псайкеров, доставляющих послания по ментальной связи. А кто-то говорит, что он приходится родственником повелителя человечества. В любом случае, Малкадор Сигелит является ближайшим советником Императора, а когда начался крестовый поход, не было сомнений, что именно Сигелит станет регентом Теры. Малкадор был талантливейшим правителем, и очень многие из принятых им законов, положений и организаций навсегда останутся в будущем Империума. Также Малкадор Сигелит был большим поклонником истории и искусства древней Теры. В его коллекции были оригиналы картин Мона Лиза Леонардо да Винчи и подсолнухи Винсента Ван Гога, которые были выставлены в его покоях. Именно он впоследствии организует Совет Теры, Официо Ассасинорум, Инквизицию и положит основы для создания Серых Рыцарей. О всех них мы расскажем позднее. Преданность Малкадора Императору безгранична, что еще будет показано в будущих событиях, когда Сигелит принесет величайшую жертву во благо Империума. Первым в нашем списке идет Леон или Лев Эль Джонсон, примарх Первого Легиона под названием Темные Ангелы. Ветра Хаоса забросили капсулу с младенцем на мир смерти Калибан, планету почти полностью покрытую джунглями и наводненную животными, что были извращены губительными силами. Этот мир находился к северу от Ока Ужаса и полностью почувствовал на себе влияние Имматериума. Колонии людей застряли в Средневековье, а территории, пригодные для проживания, были поделены между группами рыцарей. Некоторые достижения Темной Эры технологий были сохранены, а потому рыцари использовали ранние прототипы силовых доспехов для борьбы с отродьями хаоса, прятавшихся в лесах. Капсула с примархом упала далеко от поселений людей, и потому первые годы существования Леону приходилось выживать самостоятельно. Ранние годы молодого примарха остались неизвестны для истории Империума, но в итоге он был найден рыцарями Калибана. Его нашел отряд рыцарей, известных как Орден. Орден отличался от других собраний рыцарей тем, что набирал рекрутов среди простолюдинов по их заслугам и качествам, в то время как другие вели довольно закрытые общины. И во время одной из охотных хаоситских тварей группа рыцарей столкнулась с мальчишкой, что долгое время выживал в лесу. Они уже хотели на него напасть, когда один из них, Лютер, остановил своих товарищей, пораженный тем, что мальчик смог выжить в таких опасных местах. Они привели его к цивилизации, где назвали его Леон Эль Джонсон, что значит «Лев – сын леса». Его имя также отсылало к одной из самых кровожадных и опасных тварей – Калибанскому льву. Мальчик, к удивлению рыцарей, крайне быстро освоил их язык, культуру и сразу же принял их образ жизни. Лютер стал для молодого примарха наставником и учителем, и вскоре они стали близкими друзьями. Леон был молчалив, но, как и все примархи, гениален, а Лютер был харизматичен, опытен и уважаем в Ордене. Так что вскоре наставник и ученик достигли высоких постов в своей общине. Орден все больше разрастался, а потому Леон и Лютер, уговорив магистров других сообществ рыцарей, отправились в крестовый поход для зачистки Калибана от лесных чудовищ, с чем они успешно справились. На Калибане наступил Золотой Век, все города объединились под правлением Ордена, а верховным магистром избрали Леона, что поселило семя зависти в сердце Лютера. Примерно в то же время великий крестовый поход императора оказался на Калибане. Увидев, что близкая коку ужаса планета процветает, император пожелал нанести личный визит населению этого мира. Так и прошла первая встреча потерянного примарха со своим создателем, которая больше была похожа на встречу отца и любимого сына. Леон принял командование над первым легионом космодесанта, которому дали название Темные Ангелы. Калибан стал родной планетой для легиона, а Орден Рыцарей целиком вступил в ряды космодесантников. Те, кто были достаточно молоды, прошли полную трансформацию в Астартес, но большая часть рыцарей смогла пройти только частичную. Они не были столь сильны и выносливы, как остальные члены легиона, однако все равно заняли уважаемые места среди братьев. Первым, кто прошел частичную трансформацию, был Лютер, который стал главным помощником и советником Леона. Однако после первых кампаний в составе Великого Крестового Похода, Леон отозвал Лютера обратно на Калибан как наместника и наставника для следующего поколения космических десантников. И пускай должность Лютера была очень важна и почитаема, семя обиды и зависти проросло еще сильнее, что позже привело к печальным для всего легиона событиям. Мы намеренно пропустим историю примарха Второго Легиона, так как с ней все намного интересней, но обязательно вернемся к ней в дальнейшем. А сейчас мы поведаем вам о примархе Третьего Легиона под названием Дети Императора. Капсула с младенцем упала на забытый шахтерский мир Кемос, на котором тяжелый труд и бедность были в порядке вещей, а угасающая надежда стала судьбой проживающих здесь людей. Однажды стража крупнейшего из оставшихся заводов крепостей Калакс заметила в небе яркую вспышку падающего метеора. Несмотря на малое количество людей в крепости, правитель все равно отправил группу разведчиков к месту падения. То, что эта группа нашла там, позже войдет в легенды Кемоса. Ровно посредине кратера лежал плачущий младенец, а из-под него бил родник с кристально чистой водой, что на этом умирающем мирке ценилось дороже любых сокровищ. Разведчики посчитали это знаком свыше, а потом решили забрать младенца с собой. И хотя на Кемосе каждый лишний рот был в тягость, один из разведчиков уговорил правителя дать ему усыновить малыша. Ему было дано имя Фулгрим, что по местному поверью означало «приносящий воду». Фулгрим быстро вырос. Там, где его ровесники-шахтеры отрабатывали по стандартной смене, примарх мог работать днями без отдыха. Он прекрасно разбирался в технике, с которой работал, а позже еще и начал ее совершенствовать. К пятнадцатилетию он был повышен до главного инженера, а узнав, что планета ее населения медленно погибает, поклялся во что бы то ни стало спасти свой мир. Он отправлял колонистов основывать поселения в до этого необитаемых территориях, заново открывал заброшенные шахты и наладил систему переработки. Когда Калакс стал производить больше, чем потреблял, к нему стали присоединяться и другие заводы крепости. В то же время Фулгрим вернул в этот мир искусство и тягу к прекрасному. При этом сам он приобрел невероятную тягу к совершенству. Через пятьдесят лет после приземления, Фулгрим стал правителем всего Кемоса, дав людям не просто возможность выжить, но и возможность процветать. Кемос буквально восстал из пепла, за что Фулгриму дали прозвище Фениксиец, или просто Феникс. Через несколько лет на Кемос высадился император с армией космодесанта. Лишь увидев его, Фулгрим был поражен совершенством этого существа, совершенством, к которому он сам стремился все эти годы. А потом он сразу же преклонил пред ним колено и предложил свой меч. Император тепло встретил своего потерянного сына и поведал ему о Великом Походе, о Тере и о легионах космодесанта. Примарх сразу же высказал желание встретиться со своим собственным легионом, однако по прибытию на Теру он увидел пред собой лишь несколько сотен Астартес. Третий легион, который вскоре назовут Детьми Императора, потерпел целую череду страшных неудач. В первых битвах Крестового Похода он понес большие потери. Гена Семи Легиона, что было отправлено на Луну, таинственным образом исчезла, а тот запас, что хранился на Тере, был полностью уничтожен неизвестным вирусом. Легион мог пополняться лишь с помощью вытаскивания протогеноидных желез и спавших товарищей. Но такая технология на тот момент была несовершенна, а потому с каждым боем Третий легион медленно умирал. И потому при встрече со своим примархом на Фулгрима обратили взор лишь жалкие остатки некогда огромной армии. Практически каждый воин нес знамя своей полностью или практически полностью погибшей роты, однако они стояли гордо и с честью. Увиденное глубоко поразило и тронуло Фулгрима. Он пал на колени перед своим легионом и поклялся, что как и его планета Кемос восстала из пепла, так и легион возвысится вновь. Вы избранные Императора, его глашатые, его воины, его дети. И это только начало. Речь примарха пришлась по душе Императору, за что он разрешил легиону носить на доспехах платиновую аквилу – герб самого Императора. Он также издал указ выкрасить их доспехи в пурпурный цвет и нарёк их детьми Императора. Благодаря нахождению примарха удалось быстро синтезировать необходимое геносемя, а рекруты с нового родного мира легиона Кемоса позволили быстро восполнить потери. Также многие благородные дома Терры отдали своих первенцев в качестве соблюдения старинных клятв. Ещё в эру Раздора во времена истребления громовых воинов благородные семьи Европы отдавали своих сыновей именно в этот легион, а потому в нём сформировалось братство воинов, чья родословная давно затерялась в истории древней Терры. Также легион Фулгрима был за некоторое время прикомандирован к совместным действиям с лунными волками и Хорусом. Между двумя братьями возникли крепкие узы, а когда дети Императора отправились на собственное свершение, Фулгрим дал клятву верности Хорусу, и позже эта клятва ещё сыграет свою роль. Следующей и последней для этого выпуска станет история о примархе четвёртого легиона Перту Рабо. Капсула с младенцем упала на планету Олимпия, что находилась на другом конце галактики от Терры. Этот мир почти полностью состоял из горных массивов, богатых полезными ископаемыми, однако мешавших росту городов местного общества. Здешние колонисты не особо пострадали от эры Раздора и сумели сохранить технологии, однако всё же откатились к доатомной индустрии. Вся планета была покрыта небольшими городами, каждый из которых был автономен, а их правители боролись между собой за ресурсы и территории. Каждый из городов имел массивные укреплённые стены и хорошую защиту от осад, а чем крепче защита, тем легче переносить стычки с соперниками, а значит было больше возможностей к процветанию и обогащению. Правителей 20 самых могущественных городов называли Титанами Олимпии, и однажды ко двору правителя города-крепости Лохос, Демекасу, привели мальчика, что уже успел сыскать славу искусственного ремесленника и грозного наёмника среди населения других городов. Демекас устроил парню тест, где проверил его силу в тренировочных боях с лучшими стражниками и ум, задав ему самые сложные загадки, которые смогли выдумать придворные учёные. Мальчик идеально прошёл все тесты, а потому правитель принял его во дворец, предоставив защиту и кров, но при этом взяв клятву верности. Мальчик рос невероятно умным, тяготея к научным и техническим знаниям. Он совершил множество прорывных открытий, однако в общении был холоден и немногословен. Достигнув совершеннолетия, мальчик отказался выбрать себе имя из династии, приютившей его семьи, чем высказал бы им уважение. Он выбрал себе имя из одного очень старого свитка, который до него не смог перевести ни один учёный. Юноша назвался Пертурабо. Во взрослом возрасте Пертурабо стал сильнее увлекаться военным делом. Он улучшил осадные орудия Лохоса, а также изобрёл новые. Техническая подкованность и гениальный ум тактика помогли Пертурабо достичь огромных высот в открытых войнах с конкурирующими городами. За свои заслуги он получил прозвище Молот Олимпии, так как ни одна стена не могла устоять перед натиском его солдат и осадных орудий. Лохос стал сильнейшим государством на планете. Остальные города были либо поглощены им, либо в страхе подчинились его воле. Пертурабо прослыл невероятно жестоким военачальникам, не щадящим никого на своём пути. Но при этом он был верен своей клятве, и несмотря на явное превосходство во всём, не пытался свергнуть своего владыку. Возможно, после смерти Домекаса Пертурабо бы всё-таки занял его трон. Но этого мы уже не узнаем, ведь над Олимпией появились корабли Империума. К тому моменту пытливый ум примарха, скорее всего, уже догадывался, что он искусственно созданная форма жизни, и когда-нибудь он встретил бы своего создателя. Так и случилось. Встреча с Императором прошла очень сдержанно. Пертурабо был быстро введён в суть происходящего и возглавил свой легион под названием Железные Воины. Название этого легиона было выбрано не просто так. Ещё в Эру Раздора, а потом и в Эпоху Покорения Солнечной Системы, легион заработал себе славу крепких, упрямых и гордых воинов. Они блистательно выполняли поставленные им задачи, а благодаря удивительной особенности гена Семени, легион быстро разрастался. Набор имплантов для создания десантника необычайно легко приживался в теле рекрута и практически никогда не отторгался организмом. Однако, слава легиона сыграла с ним злую шутку. Их стали посылать на самые тяжёлые и затяжные бои. Астартес, конечно, доблестно и терпеливо несли службу, но там, где другие легионы успели заработать воинскую славу, Железные Воины многие годы потратили на хоть и важные, но бесславные затяжные осады различных секторов космоса. Легион стал просто инструментом в руках Империума, рабочей лошадкой и беспощадной военной машины. И при встрече Пертураба со своими сынами, он не мог этого не заметить. Он приказал проверить весь послужной список легиона и его боевые доктрины. Получив нужную информацию, он сделал вывод, что весь легион виновен в своём бесславии. Наказанием была децимация – казнь каждого десятого десантника по жребию. Это вызвало крайнее недовольство среди приближённых Императора и других примархов. Однако, Пертураба был непреклонен. Такое наказание укрепило дисциплину и определило весь характер легиона. Недаром главным девизом легиона была фраза «Железо внутри, железо снаружи». Пертураба не хотел, чтобы его легион был лучший. Он был недоволен, что его сыны сами не выковали себе славу и возможность быть лучшими. Такая холодная жестокость позже поможет Хорусу склонить Пертураба на свою сторону во время величайшего предательства. Примарх Пятого Легиона под названием Белые Шрамы был найден на планете Мундус Планус, но больше она известна под местным названием Чагорис. Этот мир был покрыт плодородными степями, густой растительностью и океанами, а технологическое развитие остановилось на открытии пороха. Большая часть планеты была завоёвана местным императором Палатином, который командовал огромной армией тяжело бронированных солдат. Однако капсула Примарха упала в местность, названную Пустынными Землями. Они представляли из себя степи, в которых проживали племена кочевников, боровшихся за контроль над пастбищами. Армии Палатина не видели необходимости в этих землях, а потому кочевники жили в абсолютной свободе. Однажды, недалеко от реки Куанон, Примарха нашёл вождь одного из племён под названием Таласкары. Он усыновил младенца, дав ему имя Джагатай. Вождь считал мальчика подарком богов, а огонь в глазах малыша предсказывал ему судьбу великого воина. Мальчик рос и познавал культуру своего народа, но в один момент их племя подверглось нападению врагов, племени под названием Кураэт. В той битве погибло множество соплеменников Джагатая, в том числе и его отец. Молодой Примарх дал клятву мести, и став самым великим воином Таласкаров, повёл их в поход на деревню Кураэт, вырезав каждого мужчину, женщину и ребёнка в поселении. Он отрубил голову вождю и повесил её над своим шатром. После этой резни, названной Кровавымпиром, Джагатай стал ханом своего племени. Данное событие сформировало его личность как человека чести, хоть и крайне жестокого. Он повёл своё племя на войну с другими кочевниками, присоединяя к себе всё большее количество народов. Вскоре солдат в его армии стало так же много, как звёзд на небе, и он повёл свою армию, названную Матали, что с языка кочевников значила непреодолимая сила, на Империю Палатина. Тяжёлая пехота не смогла устоять против стремительной, лёгкой пехоты лучников Джагатая, которая брала в кольцо неповоротливых воинов и обстреливала их дождём из стрел. В конце концов, армии Примарха захватили штурмом Имперский дворец, и Джагатай стал полноправным правителем всего Чагориса, приняв титул Великого Хана. Однако Джагатай не был готов стать именно правителем, ведь всё, что он умел, это воевать и вести за собой воинов. Но спустя полгода после завоевания столицы, с небес спустились воины в диковинных доспехах, а подли них шёл Император. Увидев его, Джагатай преклонил колено и дал клятву верности, ведь он верил, что существо перед ним способно объединить все звёзды на небе. Это был тот идеал, к которому Примарх всегда стремился. Он передал титул Великого Хана своему ближайшему генералу и принял командование над своим Легионом, члены которого все как один нанесли на лицо ритуальный шрам от лба до подбородка. Такое украшение было характерным для племени Таласкар. Джагатай Хан внедрил в тактику Войны Легиона повадки кочевников Чагориса, отчего Пятый Легион прослыл самым быстрым в атаке. Воины делали большую ставку на стремительное нападение отделений космодесантников на мотоциклах и спидерах. Из других Примархов, немногословный и замкнутый Джагатай поддерживал дружбу только с Магнусом Красным и Хорусом. С первым из-за его такой же отчужденности, а со вторым из-за поддержки Хоруса и его любви к таким же стремительным атакам. Белые шрамы часто воевали плечом к плечу с лунными волками и даже разработали совместные тактики. Однако в будущем им предстояло схлестнуться в битве против такого дружественного Легиона. Но об этом мы расскажем позднее. Лемон Рус, Примарх Шестого Легиона, приземлился на мире смерти Фенрис. Планета, покрытая снегом и льдами, и огромными действующими вулканами, была населена самыми ужасными монстрами, каких только можно было представить. В Ледяных Океанах обитали гигантские кракены, а в горах и редких лесах охотились знаменитые гигантские фенрисийские волки. Фенрис содержал в себе все условия, чтобы человек никак не мог на нем выжить. Тем не менее, планета была заселена большим количеством людских племен. Они были поделены на небольшие общины, воюющие друг с другом, а их развитие остановилось на примитивном строе. Ковка оружия и инструментов из металла являлась вершиной их технологий. Таким образом, капсула с Примархом приземлилась на один из самых недружелюбных и опасных миров во всей галактике. Место падения капсулы оказалось слишком далеким от людских деревень, однако Примарху повезло – его нашла самка фенрисийского волка. Она выкормила и вырастила его наравне с двумя другими своими щенками, которые позже станут верными спутниками для Руса – Фреки и Герри. В юношеском возрасте Лемон Рус был найден охотниками одной из деревень, а позже он был усыновлен ее королем. Он, как и его братья Примархи, сразу же был втянут в жизнь и быт людской культуры, и достиг невероятных высот во многих областях. После смерти короля никто не сомневался, что именно Рус займет его место. Он захватывал соседние племена и множил свои силу и славу с каждым месяцем. Примарх любил кровавые сражения и шумные пиры после них, а его успехи сделали его очень гордым. Так что, когда пришел император, Рус отказался добровольно поклясться ему в верности. Вместо этого он предложил императору три испытания. В первых двух на еду и питье Рус победил. Однако в третьем испытании, поединке, император одолел своего сына, и королю-волку пришлось преклонить колено. Фенрис стал новым родным миром для шестого легиона. Соплеменники Руса пожелали вступить в небесное воинство, как они называли Астартес, а сам Примарх принял командование над своими детьми. Их знакомство прошло гладко, ведь легион еще до встречи с Примархом отличался варварским поведением. Еще во времена Объединительных войн этот легион, наряду с двумя другими, о них позже, создавался отдельно от основных. Но лишь император и его приближенные знали, с какой целью была нужна такая секретность. Возможно, это было связано с тем, что в их геносемя, которое назовут Канис Хеликс, были вплетены ДНК волков Стеры. Магнус Красный упоминал, что первые опыты с Канис Хеликс были использованы еще на первых колонистах, отправленных на Фенрис. В местных условиях они могли мутировать в фенрисийских волков, которые отличались невероятным интеллектом, по крайней мере, среди всех известных империуму животных. Такое геносемя вызывало рост жесткой шерсти по всему телу, а также рост клыков, улучшенный слух, зрение и обоняние, а во время битвы пробуждало животную ярость. Легион Астартес рос очень медленно из-за большой смертности от плохо приживающихся имплантов, а в качестве рекрутов набирались самые дикие варвары с разрушенной войной Терры. Во время Великого Крестового Похода космические волки заработали репутацию диких и жестоких варваров, которые добивались победы во имя Империума, искупав атакованный мир в крови. И с появлением Примарха ситуация не изменилась. Из-за их дикости остальные легионы и примархи не лучшим образом отзывались о Шестом Легионе, за спиной их называли Сворой, а их примарха – Цыпным Псом Императора. Лемон Рус стал личным палачом владыки человечества, выполняя самую грязную работу, которую ему поручат. И это сыграет с ним очень злую шутку во время предательства Хоруса. Ну и последним на сегодня примархом будет Рогал Дорн, глава Легиона Имперских Кулаков. Он вырос на планете Инвид. Одна часть этого мира была сокрыта вечным мраком ночи, а вторая слабо согревалась красными лучами умирающей звезды. Поверхность была затянута льдами, остатки руин от первых колонизаторов времен Темной Эры Технологий медленно разрушались, а практически вся фауна с легкостью могла лишить жизни человека. Население планеты застряло в варварском клановом строю. Люди имели очень холодный характер и огромную силу воли. Это помогало им преодолевать все несчастья своего мира. Именно в такое сообщество и попал примарх. Его приютил и усыновил правитель клана под названием Дом Дорна. Рогал будет с теплотой вспоминать приемного родителя и даже сохранит его меховой плащ. После его смерти Рогал Дорн захватил контроль над всей планетой, а затем, выйдя в космос, также захватил несколько соседних планет. Именно в этот период он был найден крестовым походом Императора. Иногда бывает так, что Легион, встречая своего примарха, меняет какие-либо обычаи или тактики. Однако в этой ситуации общее поведение Легиона лишь сильнее закрепилось. Седьмой Легион отличался крепкими бойцами, которые медленно говорили, но быстро думали. Они были хороши в нападении, но еще лучше показывали себя в защите и удержании позиций. Еще во времена Объединительных войн, когда Император принимал отчеты о боевых действиях Седьмого Легиона, он услышал очень понравившуюся ему фразу о завоеванных территориях. Опустилась рука Императора и сжала несокрушимый кулак. Следующим же указом Император повелел присвоить Легиону название Имперские Кулаки и разрешил им носить Лавры Победы как часть их Геральдики. Встреча Астартес с примархом прошла спокойно и молчаливо, в духе такого угрюмого Легиона. Также Легион получил крупное подкрепление с Инвита, и вскоре большая часть Имперских Кулаков состояла именно из инвитских рекрутов. Однако та часть Астартес, что была набрана Стеры, сохранила традицию ритуальных дуэлей среди братьев, и вскоре эта традиция разлетелась по всему Легиону. Дуэль чести проводилась на мечах и являлась отличным способом сплотить братьев. Среди других Легионов кулакам не было равных в обороне, из-за чего даже были обиды и споры с Пертурабо, после неосторожных слов Дорна. Он говорил, что даже знаменитые мастера осады Железных Воинов не сломят его бастионы защиты. В итоге это вылилось в открытое противостояние во времена Ереси, но об этом позже. Большая часть братьев уважала Рогала Дорна как гениального стратега, даже гениальнее Робаута Жиллимана, примарха Ультрамаринов. Гениальность в планировании битвы и специализация Легиона на обороне сыграет одну из самых значительных ролей в истории Ереси. Ведь именно бастионы, выстроенные по схеме Дорна, будут держать натиск предателей на Терре. Конрад Гёрз, примарх Восьмого Легиона под названием Повелители Ночи, приземлился на темной и негостеприимной планете Нострамо. Этот мир имел богатейшие залежи Адамантия и был покрыт огромным количеством шахт и заводов. Оттого небо над Нострамо было вечно затянуто дымом, и казалось, что солнце не встает над этим миром вовсе. Вся жизнь бедняков была связана только с тяжелейшим шахтерским делом, а богачи относились к беднякам как к рабам. Множество людей, от отчаяния, заканчивало жизнь самоубийством, однако еще больше погибали на темных улицах. Кто-то от различных болезней ввиду такой тяжелой жизни, а кто-то от ножа соседа. Полиция расследовала убийство неохотно, так что Нострамо по праву считался идеальным пристанищем для воров, убийц и маньяков. Однако из всех раскладов, что могли произойти с примархом на той планете, случилось худшее. И его не нашли. Керзу приходилось выживать самому, охотиться на крысы и поначалу избегать встречи с бандитами на улицах. Мальчик видел все те кошмары, что происходили на этой вечно покрытой ночью планете. В тех ситуациях, когда он понимал, что произошло что-то совсем неправильное, он начинал свое расследование. Керз выслеживал всех причастных к этому делу и жестоко их убивал. Он не щадил никого, ни коррумпированных чиновников, ни самых отъявленных бандитов и убийц, ни обычных людей, что могли перейти черту закона. Люди постоянно находили разрезанные на куски тела тех несчастных, что повстречали молодого примарха. Они дали ему прозвище «Ночной призрак», и он стал символом надежды на избавление от гнета беззакония. Спустя год преступность упала почти до нуля. Однако люди столь надеялись на действия ночного призрака, сколь же сами его и боялись. В какой-то момент Керз явился аристократом и заявил, что они все отныне служат ему. Несогласные быстро расстались с жизнями, а остальные окороновали «Ночного призрака» как правителя всей планеты. И вот тут давайте отдельно остановимся на внешности примарха. Он обладал бледной, почти белой кожей и длинными черными волосами. Его главной отличительной чертой была способность к предсказанию будущего. Однако он видел лишь самые худшие варианты развития событий. А потому в сознании «Ночного призрака» вечно всплывали кошмарные видения, что не могло на нем не отразиться. Тем не менее, продолжим историю. Вскоре после того, как Конрад Керз захватил власть, на Нострамо прилетел флот Императора и нескольких примархов. Встреча «Ночного призрака» с отцом и братьями прошла сдержанно. Керз знал о том, кто он и зачем он нужен благодаря своим видениям. Взглянув на каждого из примархов, стоявших подле Императора, Конрад увидел ужасное будущее каждого из них. Кто-то погибнет в братоубийственной войне, а кто-то совершит ужаснейшее предательство и растворится в объятиях губительных сил. Эти видения шокировали примарха. Однако он не стал делиться своим даром и своими видениями с отцом и братьями. Керз принял командование над Восьмым Легионом, который как нельзя подходил своему примарху. На древней Терре существовали тюремные трущобы. Люди, жившие там, не видели дневного света и навечно были заперты в таких городах. А внутри них творилось настоящее беззаконие. Выживали лишь самые хитрые, проворные и сильные. И в таком окружении рождались дети. С рождения, не видя света солнца, свободы и безопасности, им приходилось быстро адаптироваться, чтобы выжить. Их сторонились даже самые страшные головорезы, ведь если таким детям удалось дожить хотя бы до 10 лет, то значило, что они были опаснее любого жителя трущоб. В народе их прозвали Детьми Ночи. Они были бледными, а их глаза были очень чувствительны к свету. Именно из таких детей Император создал Восьмой Легион. Гена Семя необычайно легко принялась телами детей, при этом подарив им еще более бледную кожу и способность видеть в темноте. Даже более сильную, чем у других Легионов Космодесанта. Однако теперь они не могли смотреть на яркий свет без защиты глаз. Этот Легион часто использовался для подавления восстаний и ликвидации противников Императора на Древней Тере. С воссоединением Керза со своим Легионом мало что изменилось в его укладе. Язык Снострама стал основным для легионеров, сама планета стала родным миром и с нее стали набираться рекруты. А космодесантникам этого Легиона стали присущий фатализм и мрачное чувство юмора. Специализация Легиона поменялась мало, его часто отправляли на подавление восстаний на уже захваченных Империумом планетах, а также для захвата новых. Главной тактикой боя стал террор. Повелители Ночи использовали любые методы для запугивания своего противника. Зачастую хватало только одной жестокой атаки с вырезанием всего населения в зоне высадки, чтобы вся остальная планета сдалась. Восьмой Легион приобрел такую репутацию, что некоторые бунтующие планеты сразу же сдавались, если во время переговоров им грозили приходом космодесантников Керза. Такие методы войны порицались многими другими примархами, а потому у Керза особо не было среди них друзей. Разве что он хорошо относился к Флугриму, который обучал его после Настрама. Но Керз и сам не искал их внимания. Он, благодаря своим видениям, понимал, что они всего лишь инструменты Императора. Но вскоре Керза все чаще стали одолевать ужасные видения, ожидающих в будущем событий. Скорее всего, эти видения и подтолкнули Ночного Призрака к выбору стороны в будущем конфликте. Вот только выбрал он не сторону Императора. Следующим примархом будет один из самых популярных в Империуме. Великий Ангел Императора, любимец среди народа и возможный наследник трона Империума, принесший великую жертву. Конечно, речь идет о Сангвинии. Во время перемещения в Варпе в его капсулу попало немного энергии Имматериума, отчего у Сангвиния появилась мутация в виде оперенных крыльев, как у Ангела. Он приземлился на планету Баал Секундус, спутник планеты Баал. Баал Секундус был полностью покрыт радиоактивными пустынями, а племена людей не имели особой культуры и письменности. Это были кочующие небольшие группы, которые просто пытались выжить. И одна такая группа, под названием Кровь, обнаружила капсулу с примархом в кратере, который позже назовут Падение Ангела. Сначала люди решили, что это мутант, коих на планете было много. Однако поразительная осознанность в глазах младенца и божественный знак в виде ангельских крылышек убедили их, что младенец – послание свыше, и его нужно всеми силами оберегать, пока он не вырастет. Сангвинии рос, как и все его братья примархи, буквально по часам. Спустя трое суток он научился ходить, а спустя всего год он уже был выше любого человека на пустошах. Его крылья также выросли большими и сильными, что позволило примарху летать. Он был необычайно умен и красив, люди преданно следовали за ним. Сангвинии объединил племена, которые не успели мутировать от радиации, и повел их войной на полчища мутантов. И хотя мутировавших отродий было больше, благодаря талантливому командованию Сангвиния, чистокровные люди одержали победу. Сангвинии стал править всей пустыней Баал Секундус. Стоит также сказать, что Сангвинии обладал схожим даром с Конрадом Керзом. Он также видел картины будущего, только они были четче, понятней и не всегда с самым плохим исходом. Поэтому приход императора на Баал Сангвинии предсказал уже давно. Увидев отца, примарх рухнул на колени и заплакал от радости. Император увидел, что даже среди таких ужасных условий Сангвинии смог объединить дикие племена, что раньше влачили жалкое существование. А сейчас были чисты помыслами и смотрели на императора с гордостью и решимостью своего лидера. Император вверил Сангвинию командования над Девятым Легионом и дал ему имя Кровавые Ангелы. Великий Ангел взял с собой самых верных сторонников, которых трансформировали в космодесантников. Оставшиеся люди стали воспитывать следующее поколение, рассказывая им истории о пришествии Ангела, о встрече отца и сына и об имперских обычаях, законах и постулатах. Также они придумывали испытания для молодых людей, которые хотели бы присоединиться к воинству Девятого Легиона. Оно проводилось раз в сто лет, и лишь немногие смогли пройти его до конца и остаться в живых. Но таким образом, Легион получал лишь самых сильных и достойных воинов в свои ряды. Легион тепло принял своего примарха, Сангвинии воплощал с собой настоящую доблесть и чистоту, к чему всегда и стремились космодесантники Кровавых Ангелов. В битве Девятый Легион делал большую ставку на свои штурмовые подразделения, особенно на отделение космических десантников на прыжковых ранцах. Спускающиеся с высоты, словно небесное воинство, Кровавые Ангелы приводили в ужас любого противника. К сожалению, дальнейшие события очень сильно отразятся на Девятом Легионе и их примархе. Примарх Десятого Легиона, Феррус Манус, приземлился на планету Медуза. Это была мрачная и холодная планета, в четыре раза крупнее Терры и, необычайно богатая ресурсами. Во времена темной эры технологий Медуза была крупным поставщиком ресурсов и даже после Эры Раздора на Терре и Марсе помнили о такой богатой планете. Однако сейчас она не представляла из себя того богатого и технологичного мира из старых записей архивов Империума. Богатства были разграблены, а высокая тектоническая активность вынудила забросить шахты. Люди деградировали до племенного строя, а от старых городов остались лишь руины. Изначально примарх не был найден людьми. Благодаря скорости роста примархов Манус быстро развивался. Он понял, что его капсула с гравировкой в виде римской цифры 10 была явно искусственного происхождения, а значит Манус прибыл с какого-то другого мира. Вскоре после его приземления молодой примарх встретился с биомеханическим существом, похожим на червя, чье тело было покрыто органическим металлом. Существо сперва напало на примарха, но затем скрылось. И Манус поклялся выследить его и убить, чего бы ему это ни стоило. Путешествуя, примарх встречал кочевые племена людей, однако не присоединялся к ним, строго следуя своей цели. И в конце концов, Манус выследил то странное существо. Племена людей называли его Великим Серебряным Вирмом. Чтобы его победить, Манусу пришлось утопить его в лаве вулкана. Стальная чешуя чудовища расплавилась, и слилась с руками примарха, подарив им прочность стали. В дальнейшем, именно эта отличительная черта примарха и даст имя десятому легиону. После победы над чудищем, Ферус Манус наконец вернулся к племенам людей Медузы. Примарх оказался талантливым ремесленником и изобретателем. Он обучал людей технологиям, однако никак не вмешивался в войны между племенами. Он считал, что именно в битвах можно выковать сильное поколение людей. Характер примарха был холоден и спокоен, однако внутри него пылала ярость. Главным увлечением и самым большим талантом Феруса было кузнечное дело. Говорят, что он чувствовал покой, только стоя у наковальни и выковывая оружие, которое не смогли бы создать даже техножрецы Марса. Будь подобен остуженному лезвию, только что прошедшему закаливание, холодным и твердым снаружи, но красным от кузнечного жара, незримо горящего внутри. Так примарх учил народ Медузы, а позже и свой легион. Через некоторое время после победы Мануса над Вирмом, на Медузу прилетел Император и, наконец, встретился со своим сыном. Но Манус отказался просто так принять предложение Императора отправиться с ним к звездам и вызвал его на поединок, чтобы проверить свои силы и оценить силу того, кто называл себя его отцом. По легендам, во время той дуэли даже горные массивы стирались в пыль, не устояв перед мощью таких легендарных существ. В конце концов, Ферус принял Императора и возглавил Десятый Легион. Ферус Манус выбрал Медузу родным миром Легиона и грубо совместил культуру племен своего мира с культурой, которую принесли космодесантники Стеры. Крупные отделения Легиона, которые у всех назывались Ордена, Манус назвал кланами. Космодесантники стали жить среди обычных племен и ими править, причем несогласных с этим немедленно наказывали или казнили. Ввиду малочисленности населения на Медузе, Ферус обязывал покоренные его легионом народы с других миров платить дань юношами, которых отправляли на Медузу, где из них воспитывали достойных кандидатов. Новички обучались традициям жизни на Медузе, а также тренировались под присмотром космодесантников. Они должны были стать такими же неумолимыми воинами, как Астартес, ведь любимейшей тактикой Железных Рук было упрямое и медленное продвижение вперед, отбрасывая силы врага шквалом огня. Ферус был суровым правителем и командиром, неудача для его легиона была неприемлемой. Легион Железных Рук, названных так из-за необычных рук их примарха, искренне верил, что неудача – это слабость, а слабость – самый большой грех в глазах их предводителя. Астартес пытались искоренить любую слабость из своих тел, в итоге придя к тому, что плоть сама по себе тоже несовершенна. И, уподобившись металлическим рукам своего примарха, космодесантники часто ставили себе металлические протезы вместо конечностей, усиливая свое тело. Железные Руки любили своего примарха как сурового отца, чья редкая похвала была на вес золота. Несмотря на свою хладность и суровость, Ферус Манус очень сильно сдружился с примархом детей Императора Фулгримом. Вот только во время Ереси братья оказались по разные стороны баррикад. Но об этом мы расскажем вам в другой раз. Примарх 12-го легиона упал на небольшую планету Нуцерия, которая управлялась рабовладельцами из города Дэшеа. Капсула с примархом приземлилась в горных пиках, где его нашел отряд одного работорговца. Говорят, что когда он нашел тяжело раненого ребенка у капсулы, то вокруг него лежали выпотрошенные тела ксеносов. Поговаривают, что это были Эльдары, чьи предсказатели увидели будущее этого примарха, а потому захотели от него избавиться. Работорговец пленил примарха и забрал его в свой город, где главным развлечением были гладиаторские бои. Восстановившись от ран, примарху пришлось раз за разом выходить на пески арены, сражаясь насмерть. Но, как и все его братья, Ангрон, а именно так его звали, был очень сильным и искусным воином. Через некоторое время он стал абсолютным чемпионом арены и получил прозвище Повелитель Красных Песков. Однако в сердце Ангрона горела ярость и обида на своих хозяев. Несколько раз он организовывал бунты гладиаторов, но только последний, самый крупный, был более-менее удачным. Небольшой армии Ангрона, названной Пожирателями Городов, удалось пробиться за территорию города и скрыться. Правители Дэше раз за разом посылали на них армии, но безуспешно. Однако последняя атака рабовладельцев могла стать последней для армии Ангрона. И в разгар осады крепости, которую заняли гладиаторы, Ангрону явился Император с предложением пойти с ним и принять командование над воинами, созданными по подобию примарха. Подумав, Ангрон отказался, выбрав смерть среди своих боевых товарищей. Однако Императора это не устраивало, так что он силой забрал Ангрона прямо посреди финальной атаки на крепость. Без своего предводителя армия гладиаторов была вырезана до последнего война. За это Ангрон всю жизнь будет хранить обиду и злобу на Императора. Ангрон в принципе был очень вспыльчив и гневлив, однако после операции, которую ему провели еще в бытность с гладиатором, его ярость достигла нечеловеческих высот. Глубоко в его мозг было вмонтировано устройство под названием «Гвоздь мясника». Оно постоянно раздражало определенные участки мозга, вызывая у пользователя непреодолимую тягу убивать и побуждая бесконечную ярость. А потому можно было себе представить, насколько зол был примарх на своего отца. Ангрон не хотел командовать своим легионом, который носил название «Псы войны», а потому даже не пытался завязать с ними общение. При первой же встрече он жестоко убил отправленных к нему на знакомство космодесантников. Однако одному из капитанов космодесанта по имени Кхарн все же удалось разговорить примарха и, выслушав его историю, провести параллели между жизнью гладиаторов с Нуцерии и действиями легиона до нахождения примарха. Другой же капитан сказал, что под командованием Ангрона они станут пожирателями миров. Ангрону очень понравилось название, отсылающее к его падшим товарищам, и он приказал отныне именно так называть свой легион. Также Ангрон провел некоторые реформы в тактиках легиона. Он создал новую систему тренировок, более жестокую и суровую, которая включала в себя гладиаторские бои до первой крови. Но самым главным изменением, что привнес Ангрон, был указ о внедрении каждому десантнику по гвоздю мясника в мозг. Это сделало из легиона и так уже снискавшего не лучшую репутацию настоящих машин для убийств. Они не замечали боли и потерь, и неслись на противника с налитыми кровью глазами. Миры, на которые отправлялся 12-й легион, можно было сразу считать мирами-кладбищами. Пожиратели миров практически полностью вырезали целые цивилизации на десятках и сотнях планет. Ознакомившись с рапортами об операциях 12-го легиона, император запретил Ангрону использовать кровавые гвозди на рекрутах. Однако Ангрон всё равно втайне продолжал их внедрять в мозги неофитов. Пожиратели миров хоть и принесли Империуму множество славных побед, но также стали выглядеть в глазах других жестокими варварами, которые могут думать только о резне, а вся их жизнь — это бесконечная битва. Такая необузданная ярость и старые обиды на императора подтолкнут Ангрона в итоге предать Империум и отдаться губительным силам. Один из самых знаменитых сынов Императора и единственный лояльный примарх, который с недавних пор вновь сражается за Империум, уже в 42-м тысячелетии, приземлился на планете Макраг. Эта планета входила в состав небольшой Звездной Империи, созданной колонистами Темной Эры Технологий. Её промышленные мощности пережили Эру Раздора, так что человечество этой части галактики сохранило секреты создания звездолётов субсветовой скорости, а также держало некоторые древние корабли со способностью путешествия в Варпе в рабочем состоянии. Капсулу с примархом обнаружила семья Конора Жиллимана, одного из двух консулов Макрага. Конор усыновил мальчика и дал ему имя Робаут. Заметим, что мы знаем, что в оригинале его имя произносится как Робут Гиллиман. Однако в русских изданиях книг и кодексов, которые были одобрены Games Workshop, примарха называют именно Робаут Жиллиман. Так что не стоит писать об этом в комментариях. Молодой примарх в кратчайшие сроки изучил всё, что ему могли преподать мудрецы Макрага. Особенный талант Робаут проявил в военном деле, важной науке на этой суровой планете. А потому, достигнув совершеннолетия, Робаут по приказу приемного отца возглавил военный поход в северные земли, названные Иллириум и населенные варварскими племенами. Жиллиман провел безупречную военную кампанию, покрыв себя славой гениального полководца. Иллириум был захвачен его армией, а северные племена прониклись уважением к талантливому примарху. Однако вместо торжественной встречи героев, армия Робаута увидела столбы дыма со стороны столицы, известной под названием Макраг Цивитас. Встретив беженцев, примарх узнал, что второй консул Макрага, воспылавший завистью к более любимым народам Коннору, поднял восстание, захватил столицу и сейчас штурмует Сенат. Робаут в одиночку помчался в сердце города, на пути сметая любое сопротивление мятежников. Достигнув Сената, он увидел лишь руины. Примарх нашел под завалами своего отца, который, умирая, раскрыл ему имена всех причастных к мятежу. Ими оказалась аристократия, которая была недовольна снисхождением Коннора к обычному населению, а также боящихся силы его сына. Робаут с верной армией жестко подавил восстание. Аристократия была закована в цепи, и под управлением людей, которых раньше они принижали, были вынуждены восстанавливать столицу. Главари восстания были повешены на виселицах, выстроенных в линию на центральной улице. Под оглушительные крики поддержки своего народа, Робаут принял мантию консула Макрага. Примарх установил очень честную политику, где трудолюбие и самоотверженность поддерживались, и каждый был равен. На Макраге наступил Золотой Век. Именно в это время флот Императора остановился на соседней к Макрагу планете Эспандор. Там Император услышал истории о великом героя и правителе Макрага, и решил лично с ним встретиться, узнав в рассказах своего потерянного сына. Однако их флот попал в Варпшторм, а так как в Имматериуме время течет совсем по-другому, то по его прибытию на Макраг Робаут уже правил им в течение пяти лет. За это время Примарх углубился в изучение древних манускриптов, в которых вычитал о существовании огромного и мощного государства людей далеко за морями звезд и грезило налаживание связи с ним. Прибыв на Макраг, Император увидел, что планета процветала. Она обладала отличным технологическим развитием, содержала большую и хорошо обученную армию и вела торговлю с несколькими соседними системами. Под огромным впечатлением, Император передал Робауту командование тринадцатым легионом – ультрамаринами, а Макраг стал их родным миром. Робаут уже догадывался, что был не рожден, но намеренно создан кем-то и, признав в Императоре отца, возглавил свое воинство небесных легионеров. Тринадцатый легион был под стать своему Примарху. Одновременно яростные, но рассудительные, дисциплинированные и благородные. Они с радостью встретили своего Примарха, хотя были не уверены, что ожидать от его командования. Тем не менее, проницательный Робаут поделился со своими сынами великими планами, вытеснив любую тень сомнения. Примарх хотел не только командовать своим воинством и вести его к победам во славу Империума Человечества, но и создать идеальную военную машину. Под управлением Робаута ультрамарины завоевали огромное количество миров в рекордно быстрые сроки, уступая только стремительному началу похода лунных волков. Примарх не покидал захваченные им миры до тех пор, пока лично не назначал правящую верхушку и не задавал направление политического развития планеты. Тем самым, Примарх создал очень надежную сеть сообщений между мирами, обеспечив своему легиону постоянный поток рекрутов, что превратило ультрамаринов в один из самых крупных легионов во всем Великом Крестовом Походе. А созданная вокруг Макрага сеть звездных систем была названа Ультрамар и стала империей внутри империи, под руководством Робаута. Тем не менее, начавшаяся вскоре братоубийственная война рисковала разрушить великолепный проект Примарха. Примарх 14-го легиона был обнаружен на зловещей планете Барбарус. Небо планеты было затянуто тучами токсичного тумана, горные хребты регулярно омывались кислотными дождями, а человек мгновенно умирал, лишь вдохнув токсичные опоры. В этих горах могли выжить лишь огромные страшные монстры. Настоящего названия, увы, не сохранилось, но люди называли их великанами или мастерами войны. Они вечно сражались друг с другом, однако не лично, а с помощью созданных ими существ, сделанных из кусков тел людей. И действительно, люди все же смогли выжить на этой планете, но только в глубоких низинах, куда не опускался туман. Жили они в постоянном страхе, что с гор спустятся монстры и заберут их ради своих ужасных экспериментов. Однажды один из самых сильных мастеров войны, радуясь победе в только что завершенном бою, вдруг услышал плач младенца. Он был крайне удивлен, ведь младенец мог спокойно вдыхать токсичный туман. Сперва великан хотел убить ребенка, но потом понял, что ребенок, вероятно, очень силен, и будет неправильно потерять такого перспективного воина для своих междоусобных битв. Великан приютил мальчика, отстроил огромную крепость в горах, что стало домом и тюрьмой для ребенка. Кроме того, великан также построил небольшую крепость еще выше в горах, где туман был слишком ядовит даже для молодого примарха. Это была мера предосторожности, если вдруг мальчик пойдет против своего опекуна. Чудовище обучало примарха искусством войны и создания оружия и брони, а также дало ему имя Мортарион, что означало «Дитя смерти». Мортарион помогал приемному отцу в битвах против других великанов и во всем слушался наставника. Однако с возрастом он все больше интереса проявлял к народу слабых существ, которых великан забирал для постройки новых воинов для своей армии. И однажды примарх убежал в низину под гневные крики приемного родителя. Тогда великан поклялся, что если Мортарион когда-либо вернется, то мастер войны лично его убьет. Спустившись с гор, Мортарион впервые вдохнул чистый воздух, увидел нормальное человеческое общество и беззаботный смех. Вот только его облик людей и отторгал. Примарх был намного выше любого из них, обладал очень бледной кожей и страшным взглядом. Мортарион решил завоевать доверие людей и брался за любую тяжелую работу. Он в одиночку справлялся со сбором урожая, пускай и скудного. Но особой любви он все же не снискал, пока не произошел один случай. С гор в деревню спустился один из младших великанов для сбора своей кровавой жатвы. Крестьяне не могли дать ему какого-либо отпора, но тут среди них вышла высокая мрачная фигура с косой в руках, что и станет его любимым оружием. Примарх дал бой великану, и последний видя, что проигрывает, сбежал в ядовитый туман, зная, что для людей он смертелен. Вот только кара настигла его и там. Мортарион стал первым, кто убил мастера войны, и в глазах племени людей сразу же стал героем. Примарх научил людей ковки оружия, обучил их военному делу, а вместо скромной деревни вскоре выросла целая крепость. Люди со всей планеты стекались к примарху на обучение, и вскоре Мортарион решил сам отправиться по деревням, дабы защитить и обучить крестьян. Мортарион понял, что при должных тренировках люди могут сами защищаться от великанов, но он хотел пойти еще дальше. Собрав отряд из самых сильных воинов, примарх начал обучать их сопротивляться ядовитому туману, параллельно с этим изобретая дыхательные фильтры. В итоге Мортарион повел армию на мастеров войны. Медленно, но верно, великаны падали замертво один за одним, пока не остался последний, тот, что вырастил примарха. В этот же момент люди сообщили Мортариону о таинственном человеке, что пытается его найти. Этим человеком был император человечества. Он предложил свою помощь в битве с последним мастером войны, однако примарх не хотел разделять славу победы, особенно после стольких лет сражений. Тогда император поставил условие. Мортарион в одиночку пойдет на битву с великаном, и если он проиграет, то преклонит колени перед императором и поклянется в верности. Примарх согласился и начал восхождение к самому высокому горному пику. Однако, поднявшись уже достаточно высоко, Мортарион понял, что уже не может дышать в настолько отравленном тумане. Его оружие, броня и дыхательный фильтр начали растворяться в токсичной среде. Упрямый примарх продолжил восхождение, но перед самым домом великана упал без сознания. Последнее, что он увидел, была фигура в золотых доспехах, одним ударом убивающая его приемного отца. Очнувшись, Мортарион нехотя склонился перед императором и принял командование 14 легионом, который он переименовал в Гвардию Смерти в честь его армии племен Барбаруса. Ядовитая планета по традиции стала домом для его легиона. Мортарион учил своих легионеров, что человечество должно быть свободно от угнетения кем-либо, и это означало полное уничтожение врагов Империума. Астарте с 14 легиона отличались упрямством и непреклонностью на полях битвы. Они медленно напирали на противника, ломая его волю к победе. Также этот легион чаще остальных применял биологическое радиоактивное и токсическое оружие, что было очень эффективно. Но захваченные Гвардией Смерти Миры больше походили на выжженные ядовитые пустыни. Мортарион был мрачен и молчалив, однако сумел построить дружеские отношения с Хорусом Луперкалем. Причем, как потом говорили другие братья-примархи, лояльность Мортариона к Хорусу была выше, чем к самому Императору. Однако сам Император говорил, что верность Хорусу значит и верность ему самому. Увы, это была ошибка. Процветающая Империя гениального тактика и дисциплинированные воины без страха и упрека или неумолимое воинство смерти во главе с Мрачным Жнецом. Двум братьям еще придется встретиться на поле боя спустя тысячи лет после крестового похода. На чьей же стороне будете вы? Каждый примарх являлся вершиной гениальности Императора. Идеально выверенные тела, созданные с помощью вершин достижений генной инженерии. Дух же был скован с помощью силы воли Императора и магических сил им Материума. Получившиеся живые полубоги поражали обычных людей своими навыками и способностями. Однако примарх 15-го легиона, Магнус Красный был необычнее остальных. Он был единственным из примархов, что обладал способностями свободно повелевать энергией варпа, притом считался одним из сильнейших псайкеров в галактике. Говорят, что он уже мог общаться со своим отцом еще до нахождения примарха Императором, а приземлился он на далекой от Теры планете Просперо. На этой планете укрывались псайкеры со всех уголков Империума, гонимые обычным народом. Просперо было плотом знаний и науки, также на ней подробно изучались таинства использования психической энергии. Так что упавшая на центральной площади капсула с младенцем, от которого исходила невероятная энергия, весьма заинтересовала местных жителей. Магнус быстро постиг знания, что предложили ему псайкеры Просперо, а потом превзошел их. Продолжая изучать мастерство управления варпом, Магнус постепенно стал самым мощным существом на планете. Его называли Алым Королем и далеко не спроста. Магнус выглядел необычно даже для примарха. Он был невероятно высок, обладал красноватой кожей и ярко-красными волосами, а также имел всего один глаз. Но этим глазом он мог вглядываться в потоки варпа, что помогло ему еще сильнее постичь его секреты. Говорят, что лишь взглянув на человека, Магнус мог не просто прочитать его мысли, а полностью познать все его естество. Благодаря своей силе, Магнус четко отражался в варпе, так что был быстро найден императором. Их встреча прошла так, будто бы они давно уже были знакомы, что скорее всего так и было, но на уровне, находящемся далеко за гранью понимания обычных людей. Магнус возглавил пятнадцатый легион, называемый Тысячей Сынов, а Просперо стал их домом. Это был один из самых поздних легионов. Он был создан при крайне необычных обстоятельствах. Над Терой вспыхнули варп-штормы, которых не было со времен Долгой Ночи. Случайность это либо же план Императора, но родился легион с огромным психическим потенциалом, дремавшим в Астартес. В начале своей деятельности они мало чем отличались от других легионов. Однако позже дремавшие в них способности пробудились, и немногочисленный на тот момент легион мог показывать успехи наравне с братьями из других легионов. Однако все изменил случай на мире Бизонса. Пятнадцатый легион должен был захватить планету во имя Императора, уничтожив культ, что ей правил. Но оказалось, что каждый десятый ребенок на планете обладал психическими способностями. Так что против воинства космодесантников выступила целая планета колдунов. Никогда прежде пятнадцатому легиону не приходилось так трудно. В решающий момент боя над полем брани хлынул черный дождь, и вопль боли пронзил слух каждого сражающегося. В тот момент пал один из Астартес. Однако далее произошло нечто странное. Из его доспеха пролилась жидкая плоть, кровь затвердевала в странных формах, а кости сплавлялись с металлическими пластинами брони. И все это время погибший десантник ментально кричал, моля о пощаде. Этот крик эхом отдался в разуме каждого его боевого брата. Легионеры тысячи сынов незамедлительно прикончили ужасную тварь, поклявшись, что никто вне легиона не узнает о случившемся. Но вскоре в легионе началась эпидемия. Постепенно все больше десантников превращались в подобных монстров. Данная болезнь получила название «изменение плоти» и стала практически приговором уникальному легиону. Все изменилось с приходом Алого Короля. В день прибытия на Просперо перед Магнусом склонилась малая часть легиона, еще не поддавшаяся болезни. Но в тот момент между Примархом и его генетическими детьми создалась нерушимая психическая связь. Они понимали друг друга без слов. Каждая речь, мысль и движение будто было связано со всеми вокруг. Магнус получил столь желанных учеников и последователей. Он приложил все усилия для поиска лекарства от изменения плоти и нашел его, однако заплатив за это большую цену. Львиная часть легиона погибла, и как бы это ни было иронично, теперь их насчитывалось всего тысяча. Тем не менее, их обучал и вел за собой в битву их Примарх, так что тысяча сынов стойко перенесла это испытание и двинулась дальше завоевывать галактику. Вот только не лучшая репутация легиона среди остального Империума и чертовская неудача все же приведет легион к падению. Или же такая неудача была происками богов хаоса. Лоргар Аврелиан, примарх 17 легиона, упал на мере Колхида. Когда-то это был технологически развитый мир, но после Эры Раздора он деградировал до феодального сообщества. Лоргар был найден служителями главной религии этой планеты – Завета. В глазах служителей Завета мальчик явно имел божественное происхождение, ведь он прилетел в свете яркой кометы, а кожа ребенка была золотого цвета. Они взяли его с собой, вырастили и обучили. Его наставником и преемником стал Кор Фаэрон, один из настоятелей церкви. Служители Завета были поражены красноречием и харизмой примарха. Лоргар стремительно понял суть веры, а благодаря проникновенным речам и божественной внешности быстро находил последователей. Он был так успешен в своих проповедях, что стремительно достиг самых высоких постов Завета. Этим он заслужил ненависть и зависть со стороны других членов их ордена. Также Лоргар постоянно видел во сне прекрасного и могучего воина в золотых доспехах, а подле него стоял одноглазый гигант, который предупреждал Лоргара о их скорой встрече. Примарх поделился своими снами с другими членами Завета, рассказав, что он видел бога. Он начал проповедовать о скором приходе божества и обычному народу, нарушая некоторые правила их религии. И тогда, ненавистники Примарха начали действовать. Среди ордена, а затем и население всей планеты, началась междоусобная война, а на Лоргара состоялось покушение. Тем не менее, убийцы были буквально разорваны преданной Примарху толпой. В конечном итоге победа оказалась за Аврелианом. Он вместе с союзниками взял штурмом главный храм, где сам когда-то рос, и убил главных мятежников. Менее чем через год на Колхиду высадился Император в сопровождении Магнуса Красного, и его тысячи сынов. Лоргар, лишь завидев их, сразу же понял, что это его отец и брат из видений. Он пал на колени перед Императором, рыдая от счастья их долгожданной встречи, а вместе с ним на колени встали все жители Колхиды. Все догматы веры Завета были переделаны под поклонение Императору. А за несколько месяцев, что Император гостил на планете, не стихали молитвы и песнопения в его честь. Что, кстати, Императору не очень-то и нравилось. Он отвергал любую божественность, и именно борьба с поклонением каким-либо богам была одним из смыслов Великого Крестового Похода. Лоргар возглавил 17-й Легион, который тогда назывался Имперские Глашатые. Они были главными иконоборцами и сторонниками Имперских Истин в Крестовом Походе. Но с приходом их примарха все поменялось. Колхида стала родным миром Легиона. Корфаэрон был частично трансформирован в десантника и стал правой рукой Лоргара. А многие его сторонники пожелали пройти трансформацию в Астартес. Таким образом, в Легион хлынул поток новобранцев, которые были слепо преданы Лоргару и превозносили Императора как бога. Из-за этого внутри Легиона происходили некоторые конфликты и недопонимания. Но в конце концов, десантники, набранные еще на Терри, либо поддались красноречивым проповедям Лоргара и его приближенных, либо погибли в боях во время похода. И тогда Лоргар переименовал Легион в Несущих Слово, проповедуя на каждом мире веру о боге Императоре, что всегда защитит и спасет. Он даже написал книгу Лекцию о Дивинитатус, где объявил Императора богом во плоти. Тем не менее, отец был в ярости, что Лоргар продолжает считать его чем-то большим, чем человеком, а потому он провел с ним длительную беседу, разбившую сыну сердце. Повелитель человечества объяснил Аврелиону, что он не бог, а сам примарх в первую очередь воин, а не проповедник, и что его главная обязанность – завоевывать миры, а не сердца их жителей. Вера Лоргара была разбита этим разговором. Он понял, что все, во что он верил с самого детства и что он проповедовал людям, было ложью. С тяжелым сердцем он пообещал Императору, что продолжит поход, и немедленно его покинул. Однако это было не все. В качестве наказания за преподавание людям ложных убеждений, Император приказал Легиону Ультрамаринов уничтожить город-храм Монархию на планете Хур. Монархия была великим подарком Императору от любящего сына. Разочарования и боли Лоргара не было предела. И тогда его сторонники нашептали ему, что существуют в галактике и другие боги, более снисходительные к поклонениям и даже поощряющие это. Если галактика и горела огнем в пламени Ереси, то ведь должен был взяться и первый еретик. Капсула с 18-м примархом попала на мир под названием Ноктюрн. Планета была покрыта колоссальным количеством вулканов, потоки лавы посреди полей были таким же обычным зрелищем, как реки воды на Древней Тере. Раз в 15 земных лет спутник Ноктюрна Прометей проходил слишком близко к планете, отчего сейсмическая активность только усиливалась. Местные жители называли такие периоды временем испытаний. Но это не единственные опасности этого мира. Разнообразие местных хищников и постоянные набеги темных эльдар мешали спокойствию местных жителей. Среди населения сформировалась религия под названием Культ Прометея, где одним из заветов было ожидание некоего спасителя, и в упавшем на одной из поселений мальчики увидели героя из пророчеств. Вулкан, как позже назвали примарха, приземлился на дом кузнеца по имени Нбелл, который стал его опекуном. За три года вулкан вырос, став самым крепким и высоким среди соплеменников. Примарх имел острый ум и жадно впитывал знания и культуру Ноктюрна. Но особенно вулкан полюбил кузнечное дело, ведь он часто помогал приемному отцу в его ремесле. Также еще в детстве облик примарха преобразился, уподобляясь местным жителям. От высокой радиации у потомков первых колонистов глаза приобретали красный цвет и начинали немного светиться. В то же время кожа становилась черной цвета оникса. И эти черты передались и вулкану, который, как и любой примарх, мог адаптироваться к среде своих родных планет. Через какое-то время примарху выдалась возможность показать свои боевые умения. На Ноктюрн вновь прибыли темные эльдары с целью поймать как можно больше рабов. В тот день вулкан вышел к ним навстречу, вооружившись двумя кузнечными молотами, и возглавил соплеменников. Легенды гласят, что он положил не менее сотни эльдар, прежде чем те сбежали. Примарх показал людям, что нападениям можно противостоять. Главы всех поселений Ноктюрна явились к вулкану и дали клятву, что они никогда больше не будут прятаться от опасностей и будут сражаться до последнего. Чтобы отпраздновать победу над эльдарами, было решено устроить традиционное восьмидневное соревнование на силу и ум. Однако в этот же момент в Хеосиде, родном городе вулкана, появился странный высокий человек с бледной кожей и в необычной одежде. Он вызвался принять участие в мире, а главное, бросил вызов самому вулкану, сказав, что проигравший поклянется в верности победившему. Вулкан принял вызов, и испытания начались. Примарх и незнакомец были равны по силам, хотя и творили невозможное по меркам обычных людей. Тогда главы городов придумали последние испытания, достойные героев. Каждый должен был за сутки выковать себе оружие, а потом выследить и убить одного из самых страшных хищников Ноктюрна – огненную саламандру. Кто сумеет принести самую большую тушу в город первым, тот и станет победителем. Вулкан выковал молот, а таинственный незнакомец меч, и оба они отправились к самому большому вулкану на планете, где жили самые крупные и опасные саламандры. Примарх быстро выследил хищника и, убив его одним ударом, отправился к городу. Однако в пути земля под ним обвалилась, и примарх оказался висящим над озером лавы, успев схватиться за уступ. В таком положении вулкан провел много часов, одной рукой держась за край земли, а другой все еще сжимая саламандру. Но и его божественные силы подходили к концу. В этот момент вулкан увидел своего противника, несущего еще большего хищника. Увидев, что примарх в опасности, незнакомец без раздумий швырнул свою добычу в лаву. Он использовал ее негорящее в огне тело в качестве моста и спас вулкана. По возвращению в город незнакомца объявили проигравшим, так как он вернулся без добычи. Но внезапно вулкан упал перед ним на колени и поклялся в верности. Он сказал, что без раздумий последует за тем, кто ставит жизнь другого выше своей. И в этот момент незнакомец явил себя, оказавшись императором человечества. Он призвал своего найденного сына командовать 18-м легионом. И вулкан немедля согласился, поставив лишь одно условие – жители Ноктюрна должны оставаться под защитой. Император уважил просьбу сына, объявив также Ноктюрн родным миром для легиона Астартес и предложив вулкану выбирать из местного населения кандидатов в новобранцы. Примарх же не сразу присоединился к своему легиону. Он пожелал для начала освоить военное дело и технологии Империума. Какое-то время сын обучался у императора и воевал с ним плечом к плечу. Также вулкан прошел обучение в кузницах Марса, где познакомился со своим братом Феррусом Манусом, с которым у них завязалась дружба, ведь они оба были искуснейшими кузнецами. Воссоединиться со своим легионом вулкана заставила необходимость срочной помощи своим сынам. 18-й легион был одним из трех легионов Астартес наравне с 6-м и 20-м, что разрабатывался в самых таинственных условиях и отдельно от остальных. Причина такой секретности конкретно с 18-м до сих пор неизвестна никому, кроме Императора и его приближенных. Еще во времена объединительных войн легион показал себя крайне стойким и выносливым в бою. Воины делали на поле боя невозможное, при этом получая колоссальный урон. В первой же битве из 20 тысяч Астартес осталось всего тысяча. Конечно, потери быстро восстанавливались, но на завоевание космоса легион пришлось отправлять частями и в разные концы галактики. Самоубийственные атаки, постоянные действия в авангардах и разрозненность боевых частей легиона способствовали постоянной низкой их численности. Скептики из приближенных Императора утверждали, что такими темпами легион вообще может полностью вымереть. Однако своими действиями 18-й заслужил великую славу и почести лично от владыки человечества. И как раз во время одной из таких тяжелейших войн, Примарху и пришлось вступить в легион. В мирах скопления Тарас, 19 тысяч Астартес, во главе с командиром Кассианом Войном, обороняли планеты против миллионов орков. Силы космодесанта были загнаны на мертвый мир Антем, где, не прекращая, отбивались от волн орков. Сам же Кассиан Войн получил тяжелейшие ранения. Помощи ждать было неоткуда, и потому Астартес намеревались унести с собой столько зеленокожих, сколько смогут. Вулкан не мог бросить своих сынов умирать, а потому, взяв всего три тысячи новобранцев, высадился на планету. Он атаковал орков с тыла, зажал их между двумя армиями космодесанта, и вскоре ксеносы были уничтожены. Две половины легиона встретились посреди битвы. Увидев, что перед ними стоит их Примарх, космодесантники упали на колени перед ним, но вулкан попросил их подняться. Он сказал, что они все равны, и он не какой-то там король, требующий преклонения. Примарх сам преклонился перед ними, отдавая честь их героизму и стойкости. Он назвал легион Саламандрами в честь самых опасных хищников своего мира. Приоритетом для обновленного легиона стала защита жителей Империума от врагов человечества. Также Саламандры очень ценили связь со своей роднёй и являлись единственным легионом, чьи бойцы продолжали общаться с родственниками с Ноктюрна. Космодесантники часто проводили время среди населения родного мира, являясь местными старейшинами и наставниками. Легион, который является живым примером стойкости и гуманности для остальных, к сожалению, переживет крайне тяжелые испытания. Но кто, как не восемнадцатый, смог бы их преодолеть? Предпоследний Примарх был найден на небольшой планете под названием Ликея. Это спутник мира Киавар, мира очень технологически развитого, но находящегося под управлением мрачных техногильдий. Всех преступников и неугодных режим у людей отправляли добывать полезные ресурсы на Ликею. Капсулу Примарха нашла семья заключённых, которая приютила и тайно вырастила мальчика. Они назвали его Кораксом, что на их языке означало «освободитель». Всё детство Коракс обучался у заключённых искусством скрытности, диверсии, саботажа, убийства и взрывного дела. Гениальный ум Примарха схватывал новые знания на лету. Также Коракс выделялся своей внешностью, его кожа была необычайно бела, а волосы и глаза были сине-чёрными. Возмужав и отточив мастерство скрытой войны, Коракс организовал преступников и постепенно, благодаря накопленным знаниям и ведению психологической войны, освободил всю планету от охраны. В этом Примарху помогала его врождённая способность. Коракса невозможно было заметить, пока бы он сам того не пожелал. Эта невероятная способность работала даже если бы Примарх стоял прямо перед носом у своего противника. Как только Ликея была освобождена, Коракс уявился лично Император. Отец и сын много часов разговаривали, но темы их беседы мало кому известны. Затем Император покинул Примарха, сказав, что его сыну потребуется завершить миссию, прежде чем взять командование над Легионом. В это же время с Киавара к спутнику двинулась армия техногильдий. Коракс тщательно спланировал оборону, однако он понимал, что просто отбить силы Киавара будет недостаточно. Он приказал подготовить атомные заряды, которые использовались в добыче ресурсов. И при помощи гравитационного колодца между двух планет начал бомбардировку индустриальных зон Киавара. В атомном огне погибли тысячи, изрядно потрёпанная армия повернула обратно. Урон техногильдиям был огромен, ресурсов со спутника более не поступало, войско было разбито. А потери технологий и людей были неизмеримы. Гильдии начали войну друг с другом за остаток ресурсов, по всей планете пошла война анархии. Тогда Коракс понял, что это был урок императора – убить тысячи, чтобы спасти миллионы. Ликующие заключённые переименовали Ликею в освобождение. В честь своего лидера и героя они устроили масштабный праздник, длившийся несколько дней. Затем Коракс покинул освобождение, чтобы наконец воссоединиться со своим легионом, носящим имя Гвардия Ворона. 19-й легион самого своего создания отличался тем, что показывал себя лучше остальных в скрытных операциях и саботаже. Гвардия Ворона стала необходимой невидимой рукой императора. Также их ведение войны ценил и Хорус, часто призывая воинов 19-го на совместные боевые действия с лунными волками. Еще одной видной чертой легиона являлась внешность Астартес. Их кожа была влевна, а волосы и глаза темнее ночи. Лишь при встрече с Примархом стало ясно, откуда появилась такая особенность. Коракс, получивший еще имя Корвус, что на тиранском значило Ворон, оценил ведение войны своих сынов, лишь немного реформировав их доктрины. Коракс быстро сошелся со своим легионом. Он увидел в космодесантника, что всегда воевали под гнетом чужого командования, что-то от заключенных ликеи. Под руководством своего Примарха, Гвардия Ворона достигла невероятных высот в продумывании тактики хода боя. Говорят, что Коракс и Робаут Жилиман, которого считали величайшим тактиком и стратегом, несколько раз сталкивались умами в специальном тактическом симуляторе. И Кораксу с помощью нестандартного использования редких типов войск и специфической стратегии удалось победить брата три раза подряд, прежде чем Робаут усвоил урок и больше никогда не проигрывал Лорду Воронов. Гвардия Ворона стремительно одерживала победы, используя все хитрости, которым их примарх научился в бытность рабом на Ликея, чем завоевал уважение других легионов. Однако ожидающая их серия катастрофических неудач очень дорого обойдется тайному воинству Императора. Этот выпуск будет практически полностью состоять из теорий и предположений, так как речь идет об одних из самых главных секретах Империума, ныне известных разве что Императору и самим легионам. В общем, не обращайте внимания на противоречия, так и должно быть. История Альфария на данный момент неизвестна. Вернее, известны некоторые факты, которые правда противоречат друг другу. Существует три разные версии нахождения примарха, правда, скорее всего, все три являются ложными. Первая версия – одна из самых популярных. В отличие от других примархов, Альфарий был найден не владыкой человечества, а Хорусом. Однажды на один из кораблей лунных волков был совершен налет неизвестным космическим флотом примитивных легких кораблей, который, однако, благодаря неизвестной Империуму тактики ведения боя, смог уничтожить тяжелый крейсер космодесанта. Это не могло ускользнуть от внимания Хоруса, который лично направил свои корабли в тот сектор. Вот только примарх не ожидал тщательно подготовленных засад и стремительных атак. Конечно, примитивные звездолеты не могли выдержать натиск имперских орудий, но тактика неизвестного флота смогла эффективно замедлить продвижение лунных волков. В одной из таких засад один из кораблей неизвестного флота незаметно подошел к флагману Хоруса. Пилот высадился на крейсер, методично вырезая находящийся на нем экипаж, и продвигался к мостику. Нападавший расправился с телохранителями Хоруса и вступил в бой с ним лично. Вот только не зря Хорус завоевал себе репутацию искусного воина. Вскоре он победил в дуэли. Уже занося силовую булаву над головой нападавшего, Хорус вдруг почувствовал, что перед ним последний из его потерянных братьев. Примарх лунных волков быстро ввел вновь найденного брата в курс дела, восхитившись его хитрыми тактиками и гениальными засадами. Во время их беседы Хорус пытался выяснить, какова же судьба была у его брата после приземления и выхода из капсулы. Что с ним происходило, когда он еще был ребенком? Однако ответом было упрямое молчание. После этой встречи Альфари, как называл себя найденный примарх, провел несколько месяцев с Хорусом, обучаясь у него и даже заведя некое подобие дружбы. Затем он отправился на Теру, чтобы встретиться с отцом. Император, правда, недолго пробыл с сыном, занимаясь одним из своих главных секретных проектов. Так что Альфарий довольно быстро принял командование над своим легионом, присоединившись к крестовому походу. Вторая теория была получена из разума одного из легионеров уже после Ереси, что, правда, еще сильнее подвергается мнениям ее правдивость. По этой версии, Альфарий упал на безымянный мертвый мир. На нем находились руины древней цивилизации, которая уже была уничтожена даже еще до зарождения человеческой жизни на Тере. Все детство примарх провел в одиночестве, выживая среди яростных стихий и призраков прошлого этой планеты. Однажды с неба спустился космический корабль с командой пиратов, состоявшей из мутантов, полулюдей и ксеносов. Они планировали найти что-нибудь ценное среди руин, но нашли лишь свою смерть от рук Альфария. Он забрал их снаряжение и занял их корабль, начав свое путешествие среди звезд. Все для того, чтобы найти своего создателя. Третья же версия была зашифрована в запрещенном еретическом томе, известном как Кодекс Гидра. Согласно его страницам, Альфарий приземлился на технологически развитый мир, но спустя десяток лет планета была атакована ксеносами, известными под именем Слокты. Это были червеобразные существа, атакующие обитаемые планеты, пожиравшие все население. Альфарий был единственным, кто был способен дать им отпор, а потому только ему Слокты сохранили жизнь и забрали к себе на борт звездолета. Там они жестоко пытали примарха, извращая его разум. Они хотели поработить его и превратить в живое оружие, чтобы сеять на мирах раздор, ознаменовав скорое прибытие его ужасных хозяев на пир. Однако в этот момент корабль Слоктов был взят на абордаж крейсером Императора, который лично прорубил себе путь к плененному сыну. Пылая праведным гневом, Император не оставил ни одного живого ксеноса. Доставив сына на свой корабль, Император пытался восстановить его разум своей психической мощью. В течение нескольких лет Альфарий путешествовал с отцом, постепенно восстанавливая свой разум. В итоге Альфарий стал тайным агентом Императора, исполняя его секретные приказы, а затем возглавил свой легион в крестовом походе. В этом же томе сказано, что Альфарий был единственным примархом, которого Император считал незавершенным до конца. А потому он особенно жалел о тяжелых испытаниях, выпавших на долю его сына. На момент 40-го тысячелетия нельзя точно сказать, что из этого правда, а что нет. Возможно, что какие-то элементы из всех историй являются отголоском истины. Но что можно сказать практически точно, так это то, что одним из главных секретов и главной особенностью примарха 20-го легиона являлось то, что их на самом деле двое. У Альфария есть брат-близнец по имени Омегон. Оба примарха делили одну душу на двоих, но физически были немного менее развиты, чем их братья из других легионов. Например, примархи Альфа-легиона были лишь ненамного выше обычных космодесантников, что, кстати, не было для них недостатком, учитывая специфику их легиона, промышлявшего тайнами, ложью и секретными операциями. Так, например, примархи во время боя любили надевать обычные доспехи своих легионеров, чтобы враг не мог отыскать командира на поле боя. Также это позволяло близнецам находиться как бы в двух местах одновременно. Ведь никто, кроме самого Альфа-легиона и, может быть, Императора не знал о существовании Омегона. По большей части, Омегон занимался тайными операциями и управлением внутри легиона, а Альфарий был именно официальным лицом 20-го. Касаемо самих примархов, какой-либо важной информации больше не существует. По крайней мере, о ней никто больше не знает. Но есть еще некоторые факты о самом легионе. Единственное, о чем можно сказать, это то, что воссоединение Альфария с 20-м легионом было самым плавным и мирным по сравнению с остальными примархами. Это было одной из самых главных гордостей 20-го. Легион был един, словно один организм. Еще во время создания легионов на Тере, Император разрабатывал 20-й легион в режиме максимальной секретности, наравне с космическими волками и саламандрами. Эта троица легиона даже получила название Трилистник. До сих пор неизвестна причина такой таинственности. Возможно, Император проводил какие-то эксперименты, ведь упоминается, что гена 7-я 20-го необычайно легко приживалась в телах рекрутов. Точно известно, что 20-й легион был разработан самым последним из всех, так что все свои действия он начал позже остальных. Есть противоречивые данные, что легион был создан всего за десяток лет до нахождения примарха, но скорее всего какая-то его малая часть была создана и раньше. Малое количество и позднее создание, правда, не умаляло их эффективности. Как и у их примарха, история легиона полнится пробелами, противоречиями и недопониманиями. Например, название легиона долгое время также было тайной даже для других Астартес и примархов. Среди самых приближенных к Императору ходили слухи о немногочисленном объединении космодесантников под названием Альфа. Было ли это настоящим названием или оно просто закрепилось в дальнейшем, но легион позже стал известен именно как Альфа-легион. В начале Великого Крестового Похода 20-й легион был одним из самых немногочисленных, что было одной из причин того, что крупные открытые сражения Альфы были не зафиксированы. Но главной же причиной было специфическое направление их деятельности. Этот легион использовался Императором для наведения порядка на самой Терри, а затем в тылах Крестового Похода, наводя порядки на бунтующих планетах благодаря похищению или скрытным убийствам лидеров восстаний, а также хитрым тайным диверсиям. После конца Эры Раздора и начала Великого Крестового Похода Альфа-легион пропадает с радаров Имперской истории на несколько десятков лет. Правда, некоторые историки Империума связывают такие таинственные события и странные стечения обстоятельств именно с деятельностью Альфы. Согласно некоторым свидетельствам тех времен, иногда во время операций других легионов вдруг возникали новые подразделения этих легионов в таких же доспехах. Но при этом они действовали совершенно обособленно, не отвечая на запросы командования, после чего незаметно исчезали. Возможно, очевидцы как раз и наблюдали редкий известный пример работы 20-го легиона. Самым явным же примером причин создания такой тайной полиции Императора была трагедия с геносеменем третьего легиона, когда неизвестные заразили образцы вирусом, практически уничтожив тем самым детей Императора. Вскоре после этого случая стали появляться уже более существенные отчеты о действиях Альфы. Их излюбленной тактикой были разработки сложных и хитрых стратегий, обычно вдалеке от места действия их операций. Внедрение сети шпионов и агентов, длительная разведка и наблюдение, а затем точечное нападение, убийство лидеров противника, диверсии, а затем быстрое исчезновение с места действия. Когда речь идет о 20-м легионе, не думай, что видишь их всех. Если видишь десятерых, значит не видишь сотню. Если видишь сотню, считай, что их тысяча. А если видишь только одного, значит их все десять тысяч. Так говорили об Альфа-легионе среди имперского командования. Для еще более сложного определения противникам, что именно на них напало, легионеры Альфы не носили никакую символику своего легиона, либо использовали неизвестную никому Геральдику. После нахождения примархов среди легиона появилась практика пластических операций. Астартес приобретали лица Альфария. Но космодесантники не просто походили на своего примарха, они становились им. Каждый легионер говорил о себе как об Альфарии, примархе 20-го легиона, что еще сильнее вносило путаницу как в стан врага, так и в ряды союзных войск. Никто ведь не сможет найти Альфария, если вы все Альфарий. А еще Альфа-легион часто использовал в переговорах друг с другом давно забытые языки и диалекты, что еще сильнее нагоняло на них туман таинственности. Неизвестно практически ни об одной операции легиона призраков, каких прозвали в Империуме. Никто не знал сколько их и на что они были способны, что несомненно играло Альфе на руку. Также точно неизвестно, когда именно Альфа-легион, возглавляемый своим найденным примархом, начал действовать в открытую. Видимо Альфарию пришлись по душе тактики его легиона, так как их действия на полях боя никак не поменялись. В качестве эмблемы легионеры носили букву Альфа, что собственно отсылает к их имени. Но Альфарий также ввел и вторую эмблему. Это изображение Гидры, существа из древних мифов Теры. Выглядит Гидра как змея с тремя головами, которую крайне тяжело убить. Ведь с каждой отрубленной головой на ее месте вырастают две новые. Такое существо просто идеально подходило к философии всего легиона. Никто никогда не знал, где именно находилась голова легиона. А змеиная хитрость и коварность Альфария были видны невооруженным взглядом. Также известно, что легион предпочитал назвать себя не альфой, а неразорванной цепью, что отсылает к единству Астартес. Или терзающими, что лаконично описывало их боевые доктрины. Одним из самых важных событий в жизни Альфа-легиона была встреча примархов с представителями Кабала. Организации инопланетных рас, включающих в себя также Эльдар и людей. И если позволите, местными иллюминатами. Они предупредили близнецов, что через два года вспыхнет величайшая ересь. И у нее есть два исхода. Сама по себе ересь была неизбежна. И либо Хаос победит в самой важной битве, но после будет уничтожен. Либо победит Империум, но тогда он подпишет себе приговор в долгосрочной перспективе. После введения обоих исходов будущего братья заняли сторону предателей. Однако до сих пор не ясно, чтобы помочь им или чтобы наоборот мешать им изнутри. Этого Империум скорее всего никогда не узнает. Если история Альфа-легиона показалась вам запутанной и не имеющей каких-либо подробностей, то давно обещанная вам история об утерянных примархах сможет вас удивить. Здесь ситуация еще трудней. Все данные были уничтожены, а сами примархи подвергнуты анафеме. В Империуме это называется Дамнатио Мемориае, или Указ о Забвении. Но кое-какие зацепки все же сохранились. Правда, они тоже противоречивы, и полную картину произошедшего дать не смогут. Но я постараюсь рассказать обо всех упоминаниях, какие смог найти. Нам точно известно, что Император планировал именно 20 легионов, так что и капсул с примархами было 20. Также упоминается, что Император по очереди нашел всех своих сыновей, которые добивались больших успехов на приютивших их мирах, а Альфарий стал последним найденным примархом. Значит, второй и одиннадцатый тоже были найдены. В Великом Крестовом Походе приняли участие все 20 легионов во главе со своими примархами, душу каждого из которых пытались соблазнить губительные силы хаоса, а поддалась им ровно половина. Это наталкивает на мысль, что один из вычеркнутых примархов перешел на сторону хаоса, но неизвестно какой. Однако во время Ереси Хорус упоминает лишь известные нам легионы и описывает только 18 из них. Возможно, к моменту предательства потерянные легионы уже были вычеркнуты из истории. В книге Индекс Империалис сказано, что один из примархов обладал способностью полной невидимости. Возможно, речь идет о талантах скрытности Коракса Корвуса. Но все же, если брать дословный перевод слова невидимость, то к лорду воронов это не совсем подходит. А значит, невидимостью мог обладать потерянный примарх. В рассказе «Башня молний» за авторством Дэна Абнета Рогалдорн упоминает, что в Имперском Дворце в одном из залов находятся статуи всех примархов. Статуи предателей и еретиков были накрыты тканью, но не убраны. А вот постаменты 2 и 11 выставали уже много лет, еще до ереси. Дорн вопрошает, что неужели предатели ничему не научились из трагедии их братьев? Какое же преступление совершили примархи, что даже великая ересь была не настолько страшным событием, чтобы вычеркнуть предателей из истории? Это мы тоже вряд ли когда-нибудь узнаем. Теперь забежим немного вперед. При определенных обстоятельствах, о которых мы расскажем в будущем, Хорус получил видение от губительных сил. Он находился в лаборатории Императора, а прямо перед ним стояли капсулы с ним и его братьями. Проходя мимо 11, Хорус упоминает, что ощутил невероятное могущество от этого младенца. Но, к сожалению, оно не будет востребовано в будущем. Тем не менее, нельзя забывать, что видение все же было вызвано хаосом, а значит и доверять ему полностью не стоит. Также в событиях, о которых мы рассказывали в видео про Лор Гара, когда он подвергся наказанию от Императора, Аврелиан в разговоре с Магнусом бросил фразу, что он страшится гнева Императора и боится занять место рядом с вычеркнутыми примархами, о которых они не говорят. На что Магнус напомнил ему, что они поклялись больше никогда не обсуждать эту тему. А и сам Магнус рисковал оказаться в ряду забытых примархов, правда нам опять придется заглянуть немного в будущее. За сильные провинности Магнуса судили, и разочарование Императора в сыне было огромным. Это значит, что волки вновь будут спущены. Эта цитата дает понять, что Легион Космических Волков взял на себя роль Палача Императора. А то, что такие ситуации уже происходили, может говорить о том, что именно сыны Рукса были ответственны за наказание второго и одиннадцатого легионов. В пользу этой теории говорят еще странные пробелы в хронологии Легиона Волков. События, происходившие в 965 и 969 годах 30-го тысячелетия. События, в которых принимали участие космические волки, помечены как «все данные удалены». Возможно, именно в эти годы были преданы анафеме целых два Легиона, а волки были непосредственными участниками событий. Идем дальше. Еще одно упоминание есть в книге «Палатинский феникс» за авторством Джоша Рейнольдса. В ней Фулгрим говорит про примарха второго легиона, что он созерцателен, лицемерен и лишен чувства юмора. События книги происходят в 840-х годах 30-го тысячелетия. И значит, примарх второго легиона был найден третьим. На момент нахождения Фулгрима он уже вел свой легион в походе. В официальном порядке нахождения примархов от Лори Голдинга, 3-й и 19-й помечены как «делитед». События первого еретика, на момент которых Лоргар совершил злодеяния, происходят в 966-м, 967-м годах 30-го тысячелетия. Коракс найден 18-м приблизительно в это же время. Значит, в 19-м был найден примарх 11-го легиона, учитывая информацию от Фулгрима и удаленные записи космических волков. Правда, эта же информация противоречит диалогу Императора и Коракса на освобождении. В том диалоге он говорит Кораксу, что у него есть братья и упоминает, что их 17. После чего Коракс спрашивает, как такое возможно, если он сам был найден 19-м. Император помрачнел и сказал, что этот разговор для другого дня. Значит, оба вычеркнутых примарха были найдены раньше Коракса и к тому моменту уже были забыты, что противоречит датам выше. Касаемо личности 11-го, то в книге «Первый еретик» говорилось, что 11-й был сущим бедствием для братьев, а также что несущее слово давно уже хотели избавиться от него. Упоминается, что он также очень сильно обидел Лоргара, возможно, высказав или сделав что-то против Императора. В книге «Сожжение Просперо» упоминается, что Рус лично казнил 11-го, что подтверждает некоторые гипотезы выше. Про второго забытого брата Рус кратко упоминает в книге «Волчья погибель». Там он говорит, что нахождение его третьего брата имеется в виду в порядке их нахождения, являлась очень трагичной историей. Касаемо судьбы второго примарха, то в описании первого ксеноцида во времена войны с объединением нескольких рас ксеносов под названием Рангда имеется строчка «Целые легионы космического десанта, данные отредактированы, были потеряны для Империума». Возможно, что второй примарх погиб именно там. Еще одним интересным фактом является то, что вскоре после предания забытию второго и одиннадцатого легионов, ультрамарины неожиданно пополнились большим количеством новых десантников, став самым крупным легионом. Особенно забавно совпадение, ведь 2 плюс 11 равно 13, а ультрамарины являются именно тринадцатым легионом. Теперь быстро упоминаем несколько интересных и коротких фактов. Первый. То, что мы по глупости называем истиной, есть лишь маленький островок в безбрежном море неведомого. Чтобы достичь подлинного процветания, человек должен быть готов полностью отринуть постоянно уменьшающийся островок подобной мелкой истины и отдать себе реальности того, что лежит вовне. Запрещенные тексты, изъяты в прекратившей существование воинской ложи легиона, вырезаны цензурой. Приписывается Эребу, первому капеллану легиона несущих слова. Скорее всего, принадлежал тому из утерянных примархов, кто был совращен силами хаоса. Второй факт. В «Тысячи сынов» упоминалось, что в последний раз вместе собралось столько примархов, сколько на Уланоре, а именно девять. Во время события, о котором не стоит упоминать. Факт третий. Согласно аудиорассказу, Малкадор – первый лорд Терры. Тех из примархов, кем управлять было сложно, сразу же устранили. Что, возможно, отсылает к ситуации с одиннадцатым. Факт четвертый. На карте Великого Крестового Похода есть область под названием Нахождение Потерянного Сына. Но, вероятнее всего, это все же относится к Альфарию. Факт пятый. В описании создания Альфа-Легиона встречаются такие строки. Примечательно, что в случае с «Отредактировано». На этой стадии вживление гена семени произошла неудача. Катастрофа с «Отредактировано» показала, сколь неразумно набирать в ряды легионов Астартес из потенциально нечистых источников. Отмененный эксперимент с «Отредактировано» – долгое время бывших темой для мрачных слухов. Это значит, что, скорее всего, какой-то из утерянных легионов использовался в неудачных экспериментах, которые позже были повторно проведены над Альфа-Легионом, но уже успешно. Но и последний шестой факт является самым неясным. На троне Малкадора Сигелита в подлокотнике вмонтированы черепа с римскими цифрами 2 и 11. Черепа ли это примархов, и что это может значить – неясно. Что ж, надеюсь, погружение в тайны Империума не слишком сильно вас запутало, и рассказ был интересен. Может быть, у вас есть свои версии на этот счет? Цикл же про примархов на этом заканчивается. Но сама история Вархаммера только набирает обороты. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если вам понравилось. Мы будем рады вашим лайкам, а также фидбэку в комментариях. Поддерживайте нас на сайте Патреон, и до встречи в следующем видео.